привет привет смотри что интересно я для тебя подготовил этого такая табличка которую ты можешь абсолютно бесплатно получить посмотрев этот ролик а здесь собраны все крипты компании криптофонды со всего мира которые сейчас действуют по определенным критериям для чего тебе это необходимо ты наверняка заходя или слыша в чатах какую про какой-то криптовалюту слышишь что в нее зашел какой-то фонд нее проинвестировали столько-то денег и ты не можешь понять вот этот фонд он хороший или он плохой то есть чем старше ты становишься в криптовалюте тем ты начинаешь больше понимать что очень важно какие фонды вкладывают деньги в крипто проект потому что если это будут фонды которые так называемые флипперы то есть они получили монетки и сразу же их продают в стакан то есть в биржу одними из первых это говорит о том что если ты купишь этот проект у скорее всего ты не сможешь на нем заработать а вот эти вот плохие фонда будут очень быстро сливать эти монетки соответственно ты будешь терять на этом деньги вот чтобы во всем этом разобраться и это все было максимально просто я подготовил тебе вот такую вот табличку эта табличка будет доступна в телеграм канале просто подпишись на нее если ты смотришь этот ролик не знаю когда от листа и в телеграме пост от 29 марта 2023 года и ты сможешь получить эту табличку я ей буду еще заниматься я буду ее докручивать объясняя что она здесь находится здесь у нас сформированы определенные топы первое это топ по размеру фонда то есть ты сможешь оценить сразу же вот фон который ты услышал он вообще есть здесь в этом списке или это какие-то неизвестные ребята про которых никто вообще не знает скорее всего это флипперы и как только они получат токена они моментальных салют и соответственно ты не сможешь заработать на этом проекте то есть сразу же то идет быстрая оценка топ топ 300 крипто компании по размеру фонда следующая это топ 300 компании по размеру инвестиции в крипто проекты и размер этих инвестиций в общем то есть смотри допустим у нас вот есть coinbase вложил 300 в 355 компаний в целом в сумму примерно полтора миллиарда долларов соответственно если ты видишь что в каком-то из проектов находится coinbase для тебя это сразу хороший знак что хорошую компанию немного денег и наверное они не будут давать каким-нибудь плохим криптофондом флиппером даты флиппер это те кто быстро избавляется от токенов избавляться от токенов они скорее всего будет выкупать то что они покупают надолго это вот как одна один из примеров как ты можешь на это оценивать и чтобы было тебе еще проще этот список сокращается до топ 50 чтобы ты ну тебя было еще проще что здесь ты можешь посмотреть а первое это топ 50 криптовалютных фирм по размеру фонда то есть ты смотришь какая компания занимается лидирующее место в данном случае это фонд a16z и бинанс дальше мультикоин пантера парадигм количество инвестиций местонахождение то есть если ты рассматриваешь какой-то проект который где-то шилят да про который очень активно говорят шилят это значит его распространяют про него говорят говорят покупайте все безумцы чем быстрее вы купите тем больше вы заработаете ты сразу можешь спросить а что там за фонды расскажите про фонды кто там вообще есть тебе их называют ты смотришь если их нету в топ-50 это прям уже сразу плохо а если их нету в топ в топ-300 значит сразу же сливает эту монетку даже не думаю ее покупать это вот как один из примеров как ты можешь это использовать но это еще не все а дальше это уже просто такая статистика по тому какие страны и города самые криптовалютные то есть как где находятся эти компании но тут на удивление ты можешь увидеть что 50 компаний точнее говоря из 50 лучших компаний из них 45 процентов находится в сан-франциско дальше в нью-йорке потом гонконг потом сингапур и по убывающих то есть вне этих стран только 8 процентов криптофонд находится соответственно 50 лучших компаний находится в штатах 28 71 до 71 процент всех компаний находится в штатах а 28 всех остальных процентов компаний находится во всем мире вот такая у тебя история и еще тоже интересный момент это последняя вкладочка на называется топ активных проектов за 12 месяцев а почему стоит вот этой вкладке также присмотреться дело в том что на медвежке очень большое количество компаний банкротились потеряли деньги ну то есть их ликвидировала да то есть они стали банкротами не могут вернуть деньги и тому подобное и несмотря на это есть ряд компаний которые максимально активно себя проявляли в течение всего года пока все падало вот допустим big brain holdings а проинвестировал в 80 крипто проектов в течение 12 месяцев а шима капитал проинвестировал в 72 проекта соответственно ты можешь подумать как тебе это использовать очень просто если ты видишь что этот фонд максимально активный значит у него наверное есть деньги он как-то выжил может быть они провели работу над ошибками если они провели работу над ошибками потенциально может быть они чуть чуть больше понимают а как работает на этом рынке соответственно ты можешь посмотреть например вот хэшит фон хэштэ дальше соответственно что ты можешь делать ты можешь открыть любой из фондов да вот которые были озвучены а и посмотреть на его активности допустим ну конкретно здесь нету примеров да вот из таблички на dragonfly есть два посмотрим вроде бы тут был вот dragonfly капитал вот он то есть можешь открыть dragonfly капитал и посмотреть о чем они сейчас занимаются то есть они какие-то проинвестировали 80 проектов Ты можешь посмотреть сразу, а что это за проект? Окей, они проинвестировали в проект в сфере DeFi, 5 миллионов было собрано, проект называется Sega. Они проинвестировали, точнее говоря, было собрано в проект 5 миллионов долларов. Есть проект Open, инвестиция была 21 марта, сейчас я напоминаю, 29 марта, то есть буквально чуть больше недели назад. В проект Open было проинвестировано 28 миллионов долларов, это какая-то социальная активность. Есть проект KITO, в него инвестиция была в прошлом месяце, то есть 21 февраля проинвестировали 5 миллионов 300. Это блокчейн-сервис, это аналог чат GPT, только встроенный в блокчейн, который можно будет потом использовать. Таким образом, очень быстро можешь посмотреть, так, окей, интересные проекты, а что они вообще делают? И ты можешь сразу же просто присматриваться к тому, чем они занимаются. Если эти проекты выжили, наверное, у них какая-то хорошая команда, компания, которая занимается ресерчем, то есть изучением этого крипторынка и может работать. Ну и, соответственно, для тебя максимально интересно провести свой ресерч, посмотреть, чем занимаются вот эти ребята. И второе, как только ты видишь, слышишь какой-то проект, который вот только-только зарождается, и в нем нет ни одного фонда из топ-30, да, это говорит о том, что ты просто сразу же все это дело пропускаешь. Я эту табличку буду докручивать, чтобы тебе было максимально удобно. Мне самому максимально удобно будет работать именно с этой табличкой, именно в таком виде. Плюс я ее буду докручивать. Поэтому еще раз напоминаю, как это использовать. Что-то я затупил, да я уже об этом сказал. Смотри, в общем, подписывайся на канал на YouTube, ставь лайки, подписывайся в телегу. В телеге от 29.03.23 будет вот это видео и ссылка на эту табличку. Сможешь ее нажать, скачать и пользоваться. Все, спасибо за просмотр. Давай, зарабатывай бабки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok